3 декабря в нашей стране отметили Международный день инвалидов. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, защите их достоинства и благополучия, а также к полному и равному соблюдению прав человека и участию инвалидов в жизни общества. В Славянском районе по уже сложившейся традиции в зале Городского дома культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Его участниками стали члены районного общества инвалидов, Всероссийского общества слепых глухих, районного совета ветеранов, жителей города и сельских поселений. Земляков поприветствовал председателя районного совета Григорий Литовко. Позвольте мне, от имени главы муниципального образования Славянский район Романовича Снеговска, от имени совета района поприветствовать вас на сегодняшнем торжественном мероприятии Дня инвалидов. И сегодня мы вам говорим особые слова признательности, благодарности за вашу силу, духа, целеустремленность. Вы молодцы, вы сегодня участвуете и в творческих мероприятиях, и в спортивных мероприятиях, и в искусстве, в различных сферах нашей деятельности. Я хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, успехов. За активное участие в работе районных общественных объединений, милосердие и поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудничество во многих социальных вопросах. Григорий Литовко, активистом районного общества инвалидов, вручил благодарственные письма и цветы. Благодарственным письмам главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Сенеговского награжаются. Солодухина Ирина Григорьевна, председатель первичной организации Маевского сельского поселения Славянского районного общества инвалидов. Председатель Славянского отделения Всероссийского общества инвалидов Татьяна Ладыко также поздравила собравшихся с праздником и поблагодарила за совместную полотворную работу, отметив, что благодаря помощи администрации и просто неравнодушных людей решаются многие важные вопросы. Я хочу от всей души поблагодарить всех жителей Славянска и Славянского района, всех неравнодушных, за их доброе сердце. Вас хочу поздравить с этим праздником. Для нас это действительно праздник. Почему? Потому что это такой день, когда можно привлечь внимание общественности к нашим проблемам. И возможно, что их невозможно, а их точно становится меньше, когда обращают внимание на них люди, от которых зависит решение этих проблем. Спасибо вам огромное, что вы есть. Благодарю вас за усилу духа. Здоровья, здоровья и здоровья. За большой вклад в дело становления и развития Всероссийского общества инвалидов. За заслуги по защите прав и интересов инвалидов и интеграции их в общество. Дипломом Краснодарской краевой организации Всероссийского общества инвалидов награждена Елена Дмитриевна Гордиенко. Нагрудным знаком в честь основателя Краснодарской краевой организации Всероссийского общества инвалидов награждена Нина Ивановна Демченко. Также благодарственными письмами были отмечены славянские активисты, которые по мере возможности помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это Холодная Полина Сергеевна. Вместе с Волковой Екатериной Михайловной они помогли сделать жизнь еще одного человека качественно лучше. У нас в обществе есть Ольга Владимировна Михаленко. Движения Добро СНК помогли свершиться в мечте. Они помогли приобрести инвалидную коляску с аккумулятором. И теперь Ольга Михайловна сможет передвигаться по нашему городу, любоваться красотами и вести более активный образ жизни. Спасибо большое. Я хочу сказать, что Движение Добро СНК – это весь наш город, Славянск-на-Кубани. Мы живем в удивительном городе с неравнодушными, добрыми людьми. И я очень рада, и я горжусь тем, что я живу в этом городе с такими людьми. Спасибо вам большое всем. Завершилось торжественное мероприятие концертом, на котором выступили артисты городского Дома культуры, творческие коллективы общественных объединений социальной направленности. О, барыни, огород, любит барыню народ. Вы, барыня, барыня, суда, барыня, барыня. Вы, барыня, барыня, суда, барыня, барыня. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».